МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом выпуске налегке едем в гости к слонихе Маре. Узнаем нескучные новости и определяем Старый Минск на фотографиях. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Мы находимся под Слуцком, в деревне Новинки, где стоит настоящая Шапито. И приехали мы сюда знакомиться со слонихой Марой, история которой взбудоражила весь интернет. Мара и ее семья, цирковые артисты из Италии, которые временно остались без гастролей, расположились на базе цирка Шапито Антре. Для того, чтобы прокормить слониху, в социальных сетях пустили клич. И вот теперь она встречает неравнодушных белорусов с гостинцами со всей страны. Не переключайтесь и знакомьтесь с этим чудом вместе с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Индийский слон, да? Нет, они... Ну, девочки-мальчика чуть побольше. Девочки такие большие. Да. Это африканские здоровые. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы находитесь у меня на цирковой базе, деревня Новинки, Служский район. Вообще я работаю в Шапидо, директор Шапидо. Мы давно, 25 лет занимаемся уже этим искусством. Вот здесь работали по Белоруссии и попалась на продажу вот этот дом. Вот. Купили, здесь обосновались. Центр Белоруссии удобно, хорошо. Работали в Шапидо, сезон. Вот. Потом вся труппа поехала в Баку. Вот. Ну, в ряду причин. Майли, ну, как бы так, в Баку не захотела. Тяжеловато, большой переезд. Поэтому мы нашли, как бы, гастроли Гомеля. Готовили, готовились Гомеля. Тут тоже Гомель. Эта программа не уже не работает, будет заезжать другая. Мы другой программе не надо. Сейчас звонили в Россию, договорились с Россией. Тоже готовим документы. Вот, то есть, нет, процесс идет. Но все равно содержать вот такое животное без работы, то есть, это очень тяжело. Буквально неделя-две, и сразу уже пошли. Ну, расходы, расходы. Вот обратились к ладу служб в город. Говорю, Влад, а махит, давай сделаем небольшой такой клич. Много еды привозят. Уже не разрешаете кормить? Да, уже не надо привозить пока. Расскажите мне вообще про Мару. Скупе ей лет? Как давно она умерла? Марочка 47 лет. Вот, артисты, это из Италии, действительно. Вот, Майли Мони. Четыре тонны весит она. Работает хорошую трюковую часть. Минут 15, такой аттракциончик где-то. Очень много трюков всяких делается. Ну, вот такая девочка. Очень покладистая, очень добрая. Европа закрыта по животным. Все, там цирки зеленые победили. Ну, постсоветское пространство и на восток. Тогда такой вопрос, если не будет гастроли, что будет? Ну, если нет, то есть запасной аэродром. У меня хороший друг, директор Гродненского зоопарка. Там шикарный слоновник. Они все готовятся, готовятся, хотят слона купить. Но все же там не получается. То есть Мара без дома не остается? Нет, нет, да ну на зиму, конечно, так нет. Мои лимони. Красивое имя у вас, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите мне, откуда вы? Я итальянка. Итальянка. И это ваша Мара? Это Мара, да, это мое зло, мое зло. Как вы оказались в Белоруссии? Так, я, честно, уже давно здесь. Я работаю первый раз в 2013 году здесь в Белоруссии. И я всегда катаюсь в Белоруссии, Россия, она всегда на этой стране. Да, в гастроли, да. Но у вас сон, Мара, да, девочка, и еще есть номер с гусями, да? С гусями и лошадей. Просто временно оказались без гастроли, да? Да, ну проблема просто по документу. Я жду сейчас российский бизнес, получается. Это потому, что я еще здесь. Но в Евромезии я буду еще здесь, в декабре-медре она тоже начинает работать. Ну, а если вспомнить, да, историю вообще появления Мары у вас, сколько вы уже с ней вместе? Мара вместе с нами уже 6 лет. Она была в Испании на другой дроссерочке, в которой она выступает. И он отдал, она у нас. Она приехала с нами из России, и потом она начинает выступать. Ну, вообще, какой характер у нее? Потому что я вижу, она очень терпеливая, да? Она очень добрая. Она очень, очень, очень сладкая. Она понравится людей рядом. Она очень любую покушать, покормила. Не пугается людей, она понравится, когда людей рядом. Всем хочется пообщаться, всем хочется потрогать. Есть какой-то, не знаю, ну, может, ревностное отношение, хочется ее защитить немножко. Или, в принципе, для вас это нормально, что люди могут... Это нормально. У нас это, конечно, я всегда сказала, она злойник, а не кошка. Это потому, я всегда, типа, барьера, потому я не хочу, когда я не рядом, как люди иду очень сильно рядом. Она хорошая, она добрая, только, конечно, где свой характер, может быть, она устала, может быть, она не знает, что есть. Только она, я видна, она едет рядом людей и сама. Тогда это значит, что она это хочет, да. Когда не хочет, она иду дальше. То есть такая, на своенравне. Да, да, она понравится. Не можешь общаться, она пошла, да? Да, да, да. Когда она теплая, значит, температура идеальна. Идеальна, да? Да, да, да. А если хотите попалиться, то чем обычно кормите? Понравится очень сильно арбуз, банан. Это свое... Закомство. Да. Только что она кушает, самое главное, это сено. Сено, потом морковка и капуста. И потом все овощи, она понравилась. Овощи либо фрукты, она очень понравится. Мы будем надеяться, что все-таки получится, да, с гастролями. Потому что такую звезду, мне кажется, должны видеть обязательно на арене. Победный снимок. Картины в огне, самый упитанный медведь и фестиваль зомби. Мы собрали для вас подборку нескучных новостей. Перед вами фотография спаривающихся кактусовых пчел, сделанная Карин Айгнер. Снимок стал победителем конкурса Wildlife Photographer of the Air в этом году. «Мне пришлось провести довольно много времени, лежа на животе в грязи», рассказывает фотограф о том, как сделала снимок. Американка стала лишь пятой женщиной, выигравшей главный приз за 58-летнюю историю всемирно известного фотоконкурса. Художник Дэмиан Хёрст начал сжечь сотни своих произведений. Предполагается, что общая стоимость исчезнувших в огне работ составит около 11 миллионов долларов США. Но не спешите обвинять известного британца в сумасбродстве. До этого он продал картины в виде NFT-токенов, пообещав покупателям уничтожить неэлектронный оригинал. При покупке картин Хёрста его клиенты могли сами выбирать, купить ли им оригинальное произведение или его цифровую NFT-копию. В случае, если покупатель выбирал последнее, бумажный вариант должен быть сожжен. Отвечая на вопрос, что он испытывал во время сожжения своих работ, художник пошутил. «Мне понравилось. Было лучше, чем я ожидал». Недавно на Аляске в рамках недели толстого медведя выбрали самого упитанного медведя. Участник под номером 747 победил уже во второй раз, но, как выяснилось, мог бы получить второе место. В финале развернулась нешуточная борьба между самцом 747 и самкой по имени Холли. В голосовании участвовало больше миллиона человек, и оказалось, некоторые из них несколько раз голосовали за вторую участницу. Но выборы сфальсифицировать не удалось. Представители национального парка Катмай раскрыли обман и списали фейковые голоса. Вес абсолютного победителя под номером 747 – 635 килограммов. Сотни людей вышли на улицы в костюмах кровожадных упырей на 10-й ежегодный марш «Зомби» в Чили. Мероприятие в Сантьяго было приостановлено на последние три года из-за массовых протестов и COVID-19. В этом году в марше приняли участие целые семьи, и это отличное время для любителей макияжа и экспертов, чтобы проявить творческий подход. Ежегодное мероприятие объединяет фанатов и семьи, которые начинают праздновать Хэллоуин. На этом все. Не переключайтесь и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон» Мы приехали на автовыставку «Иншик погляд на Минск», которая проходит в рамках проекта «Археология белорусской фотографии», где собраны работы фотокудожников в 80-х-2000-х годах. Поговорили о специфике фотографий белорусской урбанистики и о том, как сложно фотографировать в Минск. Сложно, но важно. Не переключайтесь. Проект, который уже работает не первый год и предполагает, что мы пытаемся найти, восстановить снимки известных и неизвестных авторов, их атрибутировать, то есть восстановить какую-то хронологию событий. Не секрет, что история белорусской фотографии написана очень фрагментарно, очень схематично. Необходимо все-таки представлять, как шло развитие творческой фотографии на территории Беларуси. Просто фотография связана с идентичностью напрямую. То есть, как бы, есть белорусская фотография, значит, есть белорусская идентичность. Нет фотографии, ну, значит, мы там, как бы, у нас и не существует. Здесь вот собраны субъективные документы, то есть, такие персональные взгляды на город, в котором люди живут, по улицам, которые у них ходят, попадут в какие-то ситуации, где есть любимые места, любимое время года. Ну, вот, собственно, вот это мы и собрали. Вот такие, как некий каталог персональных взглядов на Минск. Но это, может быть, и не Минск. И по этой причине из названия буква «М» исчезла. И мы, как бы, вот играем, как бы, вот в это название «Инск», как бы, некий иной взгляд на Минск. Выставка сделана на основе коллекции архива «Галерея Нова». Был такой период в развитии белорусской фотографии в библиотеке «Энка Купалы». 12 лет проработала некоммерческая публичная фотогалерея. Я был ее руководителем и, там, медийным вдохновителем, и фактически собрал коллекцию работ после выставок. Собственно, вот это и есть моя персональная стратегия работы в плане археологии фотографии. И надо сказать, что это не один, там, я веду такой проект. Их параллельно работает несколько. Есть отдельные авторы, кто заинтересован фотографией, там, краеведческой. Они специально ездят по деревням, просят смотреть старые альбомы, лазят по старым крышам заброшенных домов, ищут негативы и часто находят совершенно шедевры, которых вообще нигде не было. Они не были включены в этот, в оборот, да, творческий. Да, таких случаев очень много. Минск снимать сложно. Уклад городской жизни в нашем городе с широкими улицами, огромными тротуарами, он другой. Человек с фотокамерой на таком проспекте, он не может быть незаметным, поэтому, как бы, таких вот снимков, как ведут себя минчане на улице, вне дома, их крайне мало. Есть, кстати, понятие, оно уже в обиходе. Минская школа фотографий, она такая медитативная, в каком-то смысле, можно сказать, более философская, не такая кричащая, как у наших ближайших соседей. Ну, то есть можно по каким-то признакам почувствовать, что вот тут что-то вот наше. Сергей, не датированные фотографии, признавайтесь, какой год? Ну, у каждого стримка бывает еще своя история, поэтому это 2005-е, если я не ошибаюсь, потому что есть версии фотографий. Есть ручная печать, есть суховая печать, они несколько отличаются, но все, безусловно, делается с одного негатива. Есть какая-то история этой фотографии? Не знаю, может, вы куда-то шли? Если присмотреться, белые точки, это попалиный пух, и очень было красиво, трамвай хали удали, и за ним клубами клубился пух. Я смотрю фотографию, я приблизительно вспоминаю свои ощущения тогда, настроение. У человека, который делает это чаще, который делает это уже из позиции художника, профессионала, точно так же работает? Ну, примерно, да. Но бывает добавляется звук, скажем, звук отдаляющегося трамвая, если по силе такой, можно сказать, амбиент, то есть это стучание колес и уходящая вновь, тишину, скажем так, расстрояется. Потому что улица достаточно была тихая, но и поэтому звуки были очень активные и интересные. Одна из ранних фотографий, мы еще тогда учились фотографировать и ходили в фотоклуб Минск. В то время приходили фотографии люди, как правило, с инженерным образованием. Я тоже закончил университет, химик по образованию. И как раз была идея среди вот этих физиков искать лириков. Ну, таким образом, как бы, формировалась вот эта новая волна в белорусской фотографии. Тут мне эта ссылка сама, она банальная, простая, но в ней что-то вдруг появилось. Мы что видим? Фигура, сидящая на лавке, видим простыни, которые сушатся. Это как некий экран, на котором ничего не проецируется. А на дальнем-дальнем плане некий шпиль, как ракета, взлетающая куда-то в высоту. Как некая далекая-далекая перспектива. Тоже одна из той же категории таких спонтанных, быстрых съемок, когда боковым зрением видишь, что-то происходит рядом. А дул ветер, и вот эти драпировки на скульптурах, на фронтоне, на скамейте, они двигались. И мне как-то вот этот танец этих драпировок показался интересным. Я буквально снал, по-моему, 2 или 3 кадра. Здесь нет ни одного намека на живого человека. Но, тем не менее, есть ощущение какой-то жизни, какого-то там соблазнения, что мы видим полуоткрытую фигуру. И этот снимок, такой цикл «Городская эротика», несколько снимков, которые как бы отсылают к каким-то таким пикантным вещам. Это уже более поздний снимок, когда уже пришла цифровая фотография, и был уже максимальный контроль над изображением. Тут нет какой-то такой спонтанности в снимке, но зато это позволило искать какие-то новые ракурсы, новое соотношение между объектами. И здесь получился такой необычный эффект, на который все реагируют, что монументальное вдруг превращается в что-то игрушечное. Вот если посмотреть на этот дворец профсоюзов через арку, то вот эти соотношения объемов, плоскости, они радикально изменились. Ему кажется даже уютнее через эту арку. А как вам больше нравится, как фотограф работает с пленкой или с цифрой? Ой, ну сейчас, конечно, все работают с цифрой, и я тоже, но постоянно пытаюсь вернуться к пленке. И даже к старым альтернативным процессам печати. Потому что сейчас уже все снимают, все фотографы, и сложно что-то свое рассказать, когда у всех техника стандартная. Хочется удивлять, да? Ну, хочется и само удивляться. Прежде всего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!